Состояние дел на рынке труда, подготовку и востребованность кадров, кадровое обеспечение, система здравоохранения, поддержку малого и среднего предпринимательства как меру по содействию занятости населения. Эти вопросы обсудили в рамках круглого стола «Трудовая занятость в НАУ», состояние проблемы и пути их решения, инициированного собранием депутатов Неницкого округа по предложению главы региона. В своем приветствии к участникам мероприятия председатель окружного парламента отметил, что проблема безработицы является одной из самых больших проблем в рыночной экономике, и не решив ее, невозможно наладить эффективную экономическую деятельность. В настоящее время с целью снижения напряженности на рынке труда в собрании депутатов ведется работа над проектом закона о квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан. Речь идет о одиноких и многодетных родителях, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, детях-сиротах и детях, оставшихся без обеспечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет. Граждан в возрасте от 18 до 20 лет, окончивших профессиональную образовательную организацию, и иных лиц, которые постоянно проживают на Кирпиле округа не менее 15 лет. Документ прошел первое чтение в собрании депутатов. Работа над ним ведется совместно с представителями компаний-недропользователей, другими организациями и предприятиями, работающим в округе. Как отмечают разработчики, закон станет дополнительным инструментом по привлечению рабочей силы округа в нефтегазовый сектор. Одновременно документ мотивирует и систему образования, наук, подготовки конкурентоспособных кадров. Ранее депутатским корпусом был принят закон о квотировании рабочих мест для инвалидов. Вот такое конструктивное сотрудничество показывает о том, что для органов исполнительной власти и для законодательной власти Нейско-автономного округа вопросы, связанные с рынком труда, являются наиболее важными. Один из важных факторов, препятствующих снижению числа безработных, по словам окружных депутатов, это низкий профессионально-квалификационный состав безработных граждан, состоящих в окружном центре занятости. Большую часть занятых в основном в виде экономической деятельности в округе нефтегазовой отрасли составляют работники других регионов. Органы власти, проанализировав вакансии, которые предлагает центр занятости, выяснили, что предложений от нефтяных компаний практически нет. Оказалось, что недропользователи не находят у нас квалифицированных рабочих и инженеров. Не находят потому, что сформировавшаяся за последние годы в регионную систему профообразования выпускает поваров, парикмахеров, строителей, но не высококлассных бурильщиков. Поэтому нефтяники уже давно несут для себя кадры, чем из кадровых служб других регионов. К решению этой проблемы было решить зайти с двух сторон. С одной стороны, договорились с нефтяниками, а те, в свою очередь, с подрядными и субподрядными организациями, все-таки информировать наш центр занятости о имеющихся вакансиях. И сейчас в банке данных центра занятости порядка 120, это без учета устроившихся уже более 70 человек. Пройти профессиональную подготовку и получить дополнительное образование безработные могут в центре занятости населения. С начала года на профессиональное обучение центром занятости населения направлено 59 человек. Из них 52 безработных гражданина и 7 женщин, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, что здесь достижение 3 рублей. Обучение граждане прошли по следующим специальностям. Оператор по добыче нефти и газа, слесарь, сантехник, делопроизводитель, продавец продовольственных товаров, экономика и бухгалтерский учет, повар. Также ежегодные безработные граждане могут поправить свое материальное положение, участвуя в общественных работах. Еще одна из услуг центра – единовременная финансовая помощь на открытие собственного дела. Такой стартовый капитал в этом году получили 6 человек. Также в конце августа администрации Ненецкого округа принят порядок, регламентирующий порядок возмещения затрат организациям, которые проводят опережающие обучение и стажировку работников, находящихся под риском увольнения, выпускников образовательных организаций, предоставляют временную работу лицам, сокращенной в других организациях. Также на круглом столе обсудили и кадровое обеспечение системы здравоохранения. Сейчас в медицинских учреждениях работает 194 врача и 547 человек, среднего медицинского персонала. За 8 месяцев 2016 года на работу в медицинские учреждения округа принято 35 медицинских работников. Из них 14 врачей. В том числе тут устроили 5 молодых специалистов, окончивших учебное заведение в этом году. Это врачи-медренолог, врачи-стоматолог, 2 медицинские сестры и один фельдшер. У этого один фельдшер у нас устроился за учреждение в детский дом. 5 дачей, учащихся по целевому приему в СССР в государственном медицинском университете, в законодательном обучении в целевой динаторе 4 специалиста и в целевой динаторе 1 специалиста. Благодаря этому на будущий год мы получим 10 вкусняков, в том числе и по таким нужным у нас специальности, как в целом стаде диагностика, общество, медиология и рентгенология. Руководитель департамента в своем докладе также отметила, что с целью привлечения медицинских работников в округе приняты ряд программ по соцподдержке. Это единовременное пособие в размере двух должностных окладов, оплата стоимости проезда работника и членов его семьи. А молодые специалисты, впервые приступившие к исполнению трудовых обязанностей, могут рассчитывать на значительную прибавку к зарплате. Не менее 30% окладов в течение трех лет со дня заключения договора. По итогам обсуждения вопросов участники круглого стола рекомендовали органам госвласти продолжить консолидированную работу по снижению уровня безработицы и создать новые эффективные механизмы содействия занятости населения.